Визит Чебоксарской хоккейной команды в Барнаул дал положительный результат. Две из трех игр 11-го тура первенства ВХЛ страны дружина-богатырей завершила в свою пользу. Подробности у нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. Алтайский черт оказался не так страшен, как мы его себе представляли. Лучше всего об этом говорить в подтверждении счет первой игры, в которой чебоксарцы просто вынесли соперника. 8-2 в нашу пользу. Игра двух достойных соперников. Турнирная таблица об этом же говорит. Первое и второе место встречались. Поэтому и болельщиков эти игры доставили удовольствие. Достаточно было на трибунах. Ну и еще раз повторю, я очень доволен результатом. И игрой команды. Проигрыш с разгромным счетом старта матча заставил хозяев льда мобилизоваться. И во второй встрече они сумели взять реванш, переиграв чебоксарцев со счетом 5-2. Сложно играть с соперником с таким достойным, когда полкоманды... Я понимаю, что это все оправдание в пользу бедных, но когда полкоманды болеет, ряд игроков играл с температурой, ряд вообще не смогли выйти. Попали под очень хорошего соперника. Не в такой сложный период для нашей команды. В третьей игре тура, которую местные журналисты и болельщики называли не иначе, как генеральной репетицией финала Кубка Федерации, чебоксарам удалось практически невозможное. Полевые игроки сумели не только дважды за 60 минут чистого игрового времени поразить ворота соперников, но и страж наших ворот Станислав Жучин буквально творил на льду Барнаульского дворца имени Титова чудеса. Поведя в счете в концовке первого периода, чебоксарам удалось не только довести матч до победы, под занавес отправив вторую шайбу в пустые ворота, но и сохранить свои с сухими. 2-0 в нашу пользу. И впервые в сезоне 35-й номер богатырей не только записал на свой счет сухарь, но и по итогам тура в Барнауле возглавил рейтинг вратарей лиги. Ну и, конечно же, отметим наших голеодоров. Антона Горбенко, Максима Преступлюка, Николая Патрушева, Сергея Иванова, Александра Бирюкова и Алексея Лешкова, уже прочно обосновавшихся на 1-й, 4-й, 6-й и 7-й позициях в рейтинге самых забивающих игроков лиги. За три тура до окончания регулярки, в которых клуб чебоксара сыграет лишь в двух, дружина Александра Протоповича сохранила за собой первую строчку. Сумеют ли богатыри отстоять лидерство? Покажут игры против Челнов, с которыми мы проведем встречу на своем льду. 30 января и 1-го, 2-го февраля. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok